В юго-западном районе Владимира появится новый храм. На пустыре близ дома номер один на улице Нижняя Дуброва уже выравнивают землю под строение. В епархии сообщили, что работы начались по просьбам местных жителей. Расположенная рядом Свято-Казанская церковь не справляется с потоком верующих. Про него все люди знают, все туда стремятся, на праздники, в будни. И поэтому, соответственно, места там для всех желающих не хватает. Будущий храм новомучеников и исповедников Владимирских рассчитан на сотню прихожан. Землю под него в безвозмездное пользование выделила городская администрация. Сам храм возведут из пенобетона на добровольные пожертвования граждан без привлечения областного или федерального финансирования. Сейчас на строительство собрано почти 200 тысяч рублей. При этом стоимость храма составляет 3,5 миллиона. И это без учета куполов, отделки и земляных работ. Площадка имеет довольно большой уклон. Конечно, место мы не выбирали, дали нам такое, какое есть. Но на моем опыте это уже седьмое строительство храма. Поэтому с таким угодно, с таким ландшафтом, где перепады более 5 метров, строить еще не доводилось. Поэтому есть свои сложности. Строительству оказались рады не все жители микрорайона. Некоторые переживают, что рабочие вырубят деревья. А шум от звонниц не даст детям спать. Я понимаю, там бабушки, дедушки, им тяжело ходить в центр. Они сюда подойдут, в эту церковь, и будут ходить, молиться и все прочее. Но с другой стороны, ближайшие дома, наши дома, вот эти вот дома. Если здесь поставят колокола, они будут звонить, они будут мешать просто людям. По словам настоятеля, звон жителям не помешает. В храме будут два небольших колокола. Беспокоит людей и судьба грунтовой дороги, которая проходит через стройку. Она соединяет улицу Нижняя Дуброва с Третьей Кольцевой. Настоятель заверил, что трассу только укрепят и оставят открытой для транспорта. По его словам, в генплане Владимира предусмотрена еще одна дорога, соединяющая микрорайон с центром города. Она пройдет за оврагом, выходя на улицу диктора Левитана. В епархию уверяют, во время строительства учтут мнение граждан. Граница участка храма у нас вот здесь прилегает по плану, по съемке. Но тем не менее мы специально, как видите, отступили 7,5 метров для того, чтобы сохранить те полисадники, площадки детские, которые здесь уже были, те вот саженцы сосен, которые уже высадили. В будущем на территории храма появится и православный детский сад. Время на строительство не ограничено. Все зависит от наличия денег в епархии. Арсений Хуторской, Евгения Волкова и Егор Герасимов. Губерния, 33.